всем здорова вот хотел хочу еще записать такой просто видос видоса томасен всегда мне было интересно смотреть на людей особенно в детстве я смотрел на там на различных там людей мужиков всяких разных теток и думал вот зачем вообще дядьки носят усы зачем вообще им эти усы нужны сначала конечно совсем маленький был воспринимал просто на усы и усы они есть на человеке все всю жизнь а потом я понял когда что они отрастают и бывают или не бывают и думаю зачем они вообще их носят кому вообще не нравится как вообще теткам нравятся эти эти усы зачем они вообще нужны вот самое главное зачем нужны я всегда не понимал вот пожалуйста сам стал бриться и решил оставить усы это меня дело развеселило и понял что усы нужны просто так просто так и никому не не нравится и даже наплевать нравится или не нравится на самом деле нравишься ты вообще несмотря ни на какие усы есть не у тебя или нет без разницы вот чего еще я хотел сказать еще интересно это же всегда меня это дело веселило наверное так покажу отношения знаете бывает когда кто-то более старшего такого возраста но особенно и в каких-то делах относится к тебе либо снисходительно либо некоторые бывает наоборот относится так слишком пренебрежительно некоторые даже агрессивно мол там щенок и тому подобные вещи вот и бывает наоборот когда к старым людям относится старый пердун тупой дедушка но это же дедушка на час него взять вот и хочу сказать что если мало ли вдруг даже нет не так я хочу сказать я хочу сказать что прекрасно прекрасно многие наверняка из вас понимают что это все глупости но все равно это встречается в нашей жизни и призываю относиться к этому просто с иронией и понимать что это полнейшие глупости то что количество вообще лет которые ты пролетел вот на этом куске глины вокруг солнца кос количество раз вообще ничего не меняет можно сесть на карусель и прокрутиться на ней три круга а можно прокрутиться два ничего не меняется и разве например какой-нибудь десятилетний пацан откуда-нибудь из того же самого славянска или славянска которого там убили семью который там беженец где-нибудь в ростове разве он будет меньше понимать в жизни он разве он будет моложе какого-нибудь там 30-летнего бородатого американского толстяка сидящего там еще у себя перед телевизором ездящего на хорошей машине и работающего какими-то уборщиком в макдональдсе я так думаю что вообще возраст не имеет значения и хочется ну не знаю послать нахер на всех тех которые частенько чисто только в силу возраста расставляют какие-то приоритеты также точно и со старыми людьми конечно нужно относиться к ним с уважением но это наверное такое априори уважение к старому человеку пожилому человеку но по факту на самом деле люди бывают разные что делал например бабка она может быть была там не знаю шлюхой всю жизнь вот мы не знаем кем она была поэтому лучше априори относиться к ней с уважением но хрен его знает на самом-то деле что стоит или не стоит уступать ей место может быть она всю жизнь наступала на ноги людям кто ее знает что тут свет у меня мигает ну вообще такое отношение бывает меня довольно сильно бесит сейчас у меня конечно уже такое время когда я слишком старшим ко мне относиться относились как слишком молодому и еще не слишком слишком молодой чтобы уже относились как к старику но все равно частенько в силу может быть как-то моей внешности там или еще чего-то частенько приходилось веселиться и там не знаю на деле доказывать что какая жирная бородатая красная ряха далеко не всегда означает там какое-то умение мастерство может быть даже мужество мужественность или мозг потому что часто бывает у некоторых некоторые школьники бывают по два метра ростом и вот такая красная харя ничего страшного как бы нифига не оказывается что это лучше вот поэтому если мало ли вас где-то там что-то как-то не воспринимает всерьез просто просто будьте собой и и делайте то что вам хочется не бойтесь самое главное все будет у меня вот был позапрошлый начальничать бывший вообще такой молодо выглядящий он постарше меня конечно лет на пять молодо выглядящих худой такой ну вообще такой веселый парень я думаю в школе конкретно его задирали там дымоками вот при этом при всем нормально ставит на место всяких больших злодеев умеет красивые главное жестко и командовать и разговаривать и все как надо самое главное будь уверен в себе развивай мозги все будет вот начал про усы закончил мозгами вот день рождения тут у меня был на днях опять же я понял что если не развиваться то хоть 20 дней рождения пройдет хоть 30 хоть 40 ты особо не поумнеешь а если развиваться можно за год узнать столько сколько там другие люди не узнают и за 10 лет поэтому старайтесь развивайтесь конечно же возраст он всегда имеет значение имеет значение хотя бы во времени которое ты тратишь на то чтобы что-то обдумать по крайней мере в опыте потому что опыт ну часто с возрастом куда ни крути все равно с возрастом у тебя больше опыта больше какого-то понимания в жизни может быть возраст еще накладывает свое влияние в плане тестостерона например и каких-то еще гормонов что ты постепенно становишься более спокойным более рассудительным как обычно говорится ни хига это не рассудительность просто у тебя меньше гормонов меньше энергии у тебя поэтому ты становишься более вялым и когда ты становишься более вялым ты дольше думаешь это не рассудительность Какая разница, за доли секунды тебе приходит правильное решение или за 10 минут Почему-то в обществе уважают больше, чем когда за 10 минут, чем за доли секунды Несмотря на то, что оба могут быть одинаково правильными и верными В общем, ладно, совсем бывает, я загоняюсь Давайте, в общем, подписывайтесь на канал Ставьте лайки, пишите комментарии О, кстати, еще я хотел рассказать За одним отвечу на вопрос Даже не то, чтобы отвечу так, поразмышляю просто Один замечательный мой подписчик спрашивает меня Что бы я сделал, если бы у меня появился миллион евро Ну, конечно, миллион это условная сумма Хотя тут тоже две таких вещи Миллион евро в принципе не так уж и много Но, конечно, это очень много для меня сейчас Но относительно миллиардеров каких-то Это не так уж и много То есть какие-то глобально-мировые замыслы С миллионом евро сложно осуществить Вот Ну, а так вообще, чтобы, не знаю, стать счастливым, наверное Я бы, конечно же, в первую очередь Есть у меня, в общем Есть у меня одна маленькая Ну, как не маленькая, довольно большая цель Один из смыслов моей жизни Вот Но я про него рассказывать не буду Вот, потом расскажу Потом расскажу, когда это случится Когда я доведу это дело до конца Вот Ну, а так, если по другим Не то чтобы второстепенным, но по следующим задачам То я бы, конечно же, в первую очередь Купил бы себе большой дом Купил бы большой дом, чтобы не жить вот в этой многоэтажке Здесь у меня хорошо Хорошая квартира, там, парковка, все дела Но, конечно же, лучше жить отдельно Само по себе, чтобы была автономная система Энергообеспечения Автономная канализация Желательно еще автономное водоснабжение Ну и, в принципе, и все Газ ведь автономный не может быть, к сожалению Сейчас пока Вот Но если хорошее энергообеспечение То нафиг нужен этот газ С удовольствием жил бы я один Обнесся бы их большим-большим забором Ну, хорошую машину купил бы себе Ниву какую-нибудь Чтобы легко щенить И одновременно с тем запчасти недорогие Ну и проапгрейдил ее как следует Чтобы такая была И бодро гоняла И на бездорожье нормальная Вот Купил бы родителям Своим хороший большой дом Рядышком с собой Чтобы родители бы Жили рядом Ну, с одной стороны Не в моем доме Но и поблизости Вот Обязательно бы куда-нибудь Их отправил Родители в путешествие В кругосветное Вот Ну, я уже Я же могу не ограничивать себя На миллион-то евро Вот Еще что бы я сделал Еще я бы купил себе Где-нибудь остров Остров Такой, чтобы Людей там не было Чтобы людей там не было Ну, в принципе, можно там и жить Построить дом там Сразу на острове Но как-то мне так Не очень хочется Лучше, гораздо интереснее Иногда туда наведываться Ездить Там Может быть, яхту купить На которой можно было бы туда плавать Но самое главное Чтобы там не было людей Когда Лихорадка Эбола Или Эбола Вдруг распространится На весь земной шар Чтоб я там сидел С пулеметом И отстреливался От всех приближающихся К острову Моему замечательному Кораблей Вот Я, конечно, понимаю Что против Барака Обамы На авианосце Я не смогу Противостоять Своим миллионам долларов На острове Мне не хватит вооружения Но что поделать Хотя бы от мелких Там каких-нибудь Жителей Гвинеи Распространителей Этой лихорадки Я сумею защитить Свою семью Своих родных И близких Вот С миллионом-то долларов Ну, в принципе, и все Ну, понятное дело Что вот если мыслить Прагматично И миллион долларов Это, в принципе, около 40 миллионов рублей Вот То Я вложился бы В какое-то дело Я бы купил Небольшой бизнес А лучше бы сам его сделал Этот небольшой бизнес И занимался им Чтобы у меня был Постоянный доход Ну, лучше даже не занимался А создал команду Управляющую Которая бы Ну, чтобы просто регулировать Регулировать Смотреть И контролировать Все дела И Ну, я надеюсь Это у меня получится И без миллиона долларов Вот Или еще вариант Просто закинуть Несколько банков И жить на проценты Тоже, кстати, здорово Живешь себе Развлекаешься Вот как Серега Симонов, например И тому подобные Весельчаки Буржуи, скажем так Которые живут И тупо ничего не делают А просто развлекаются И радуются Радуются жизни Про анекдот Про мужика Который лежал под пальмой И ел бананы К сожалению В нашей жизни Это не актуальный Анекдот В том плане Что это нужно быть Не знаю Насколько Готовым Ко всему Человекам Чтобы быть бомжом И лежать В подвале В теплухе В какой-нибудь И жрать Шкурки Обглода Голодать шкурки От бананов И есть какие-нибудь Кости И жрать спирт Вот Так же просто Лежать под пальмой И есть бананы В этом Замечательном В кавычках Мире На этой крутой планете В нашей отличной стране К сожалению Не получится В любом случае Нужно Для этого Быть каким-нибудь Последним говном Награбить кучу денег Ну награбить Не награбить Вполне возможно Нормально Честно заработать Это так я уже говорю Стать депутатом С депутатской Неприкосновенностью И вот тогда Ты может быть Маленечко Сможешь полежать Спокойненько Где-нибудь Там лет в 50 Под какой-нибудь Своей личной пальмой И поесть Своих личных бананов Ладно Всем пока Надеюсь Ответил нормально На этот вопрос По крайней мере Исчерпывающее Из того Что пришло мне в голову Бывает конечно Приходят мне в голову Более умные Интересные И нормальные мысли Но сейчас Это просто Просто мысли вслух Ладно Всем пока Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok